Выборы депутатского корпуса 4-го созыва состоялись в сентябре 2016 года. Своими став в законодательной ветке власти заняли 15 народных избранников. Корпус разделён на 4 постоянные депутатские комиссии, каждая из которых рассматривает вопросы, находящиеся в их компетенции, основываясь на законах и привлекая специалистов по необходимости. Далее они выносятся для обсуждения на сессии совета. За прошедший год проведено 15 заседаний совета. Принято 119 решение. Для подготовки к каждому заседанию проведена большая, кропотливая, систематическая работа. На каждое заседание постоянные депутатские комиссии тщательно подходят, готовятся и каждый вопрос вносится после рассмотрения на президиуме к рассмотрению и принятию нормативных решений на заседании совета. Депутаты работают на безвозмездной основе, поэтому их часто называют идейными людьми. Нужно отметить также, что все они являются специалистами разных сфер деятельности, что, безусловно, не может не сказаться на их компетентности в тех или иных вопросах. К примеру, сам председатель совета является директором управляющей организации «Теплоэнергетическая компания», куда входит взаимодействие руководства тепловыми сетями и предприятием «Комфот-сервис». Айрат Муртазин отмечает, что иногда сложно совмещать работу руководителя и депутатскую деятельность. Приходится совмещать, но основная проблема в работе – это не хватает времени. Поэтому приходится пораньше вставать и попозже ложиться. Работа приходит еще после рабочего времени. Это и на встрече, и по работе тоже. У нас практически круглосуточное обеспечение населения теплом, водой. Поэтому здесь переживших нас нет. Роль депутата очень важна и не заключается только в голосовании на заседаниях и принятии законодательных актов. За каждым из 15 депутатов закреплен свой избирательный округ. Большую работу ведут народные избранники со своим электоратом. Ведь именно жители отдали за него свои голоса в надежде, что именно он сможет донести существующие проблемы и отстоять интересы перед исполнительной властью. Каждый депутат у нас проводит на своем избирательном участке ежемесячного приема граждан, встречи с избирателями и непосредственно принимает участие в различных мероприятиях, которые проходят на территории избирательных участков, то есть в населенных пунктах. Хорошо, а во время вот этих встреч, да, что просят люди в большинстве своем? Во время встреч наши жители вопросы поднимают по непосредственной жизнедеятельности. Это вопросы благоустройства, строительства дорог, водопроводных сетей, систем газоснабжения, а также выделения земельных участков и по личным вопросам, касающихся индивидуально каждого. Состав совета выбирается сроком на 4 года, а впереди еще 3. Поэтому в разговоре с Айратом Муртазиным мы решили узнать, как дальше будет функционировать совет и какие задачи ставит перед собой депутатский корпус на ближайший год. Основные задачи совета на ближайшую перспективу – это дальнейшее совершенствование работы совета, принятие соответствующих решений, которые совместимы с современными требованиями, которые требуют снижения затрат и в то же время находить источники для реализации тех насущных вопросов, которые касаются улучшения жизнедеятельности каждого жителя района. В заключении председатель совета отметил, что депутаты находят взаимопонимание в решениях проблем с администрацией района, а также всегда готовы поддержать краснокамцев в их вопросах, чтобы улучшить качество жизни.